Для кого-то это может показаться удивительным, но наши с вами земляки сегодня очень легко отказываются от зарубежных технологий, питания, одежды, услуг и прочего. И особого волнения по этому поводу вроде как нет. Никак. Никак. Меня вообще не волнует, абсолютно. Конечно, с автопромом будет, но пора свой налаживать, вот и все. Да, в принципе, ничего не заделал. Как все осталось, так и есть. Очень хорошо думаю, правильно делают, давно им пора. Да, мы пока этого не чувствуем. Это пока только все началось, а там будет дальше видно. Так все пока нормально, гуляем, отдыхаем. Ну, пока работа есть, пока работаем, дальше будет видно. Да? Артем, а ты как прокомментируешь? Печально, тревожно, нестабильно, но будет все хорошо. Надеемся, что будет все к лучшему. Переживем. Для меня лично не болезненно. Никаких утрат пока на данный момент. Ну, кроме неудобства оплаты, вот это все. Но опять, это, наверное, не уход компании именно. А так, пока потери, болезненности абсолютно никакой. Надеюсь, и не будет. Как ни странно, современная молодежь, привыкшая к электронному комфорту, сегодня тоже не паникует. В их логике звучат абсолютно здравые мысли. Ну, потому что можно же за место картошки фри сделать жареную картошку по-деревенски дома. Правильно? В домашних условиях все это можно сделать. Зачем это нужно? За это платить огромные деньги. Для чего? Зато сейчас русским будет компаниям лучше. Не будет конкурентов. Для меня сейчас важны детские вещи. Вот. Ну, потому что, слава богу, с ремонтом закончили, с стройкой не начали. А вот детские вещи, одежда детская, подгузеньки, все очень дорогое стало. Вот, печально. Конечно, пытаюсь найти какие-то наши российские производства, покупая вещи детские для ребенка. Ну, у них тоже, получается, у них и ткани заграничные. Так что, сказывается на всем. Я у дедушки мороза попрошу. Безусловно, о молодых нам понять можно. Рождение ребенка – это и так большой шаг, к которому многие подходят ответственно. Поэтому возможный рост цен и сокращение товаров детского питания их волнует особенно. В нашей стране смеси готовят 40 заводов и комбинатов. Самое время для них занять опустевшую нишу. Как и для всех резидентов после исхода иностранных компаний. Даже очень рады. Наши производители, наконец, займут их место. И дальше некому будет уходить отсюда. А мы выживем. Нам не впервые. Так что, пусть они уходят. У нас свои будут компании. С этим вопросом нужно было решать. Его закрывать было. Это на рак давно. Как это так? Запретить на родном языке людям разговаривать. Это давно было. А что они под бомбежками там жили? Под обстрелами? Это не в одни ворота. Давно нужно было этим. И приветствуем мы. И поддерживаем всех наших бойцов, которые там стоят. За нас они стоят и воюют там. Отношение к спецоперации на Украине у рязанцев оптимистически сдержанное. Потому что наши рязанские десантники там сегодня тоже есть. За парней горожане переживают и рассчитывают на быстрое завершение боевых действий. Надеюсь, в ближайшее будущее. Ну, понимаем, что, конечно, разгребать, скажем так, нам это придется долго. Но надеемся на лучшее, что все это не зря. Грустно. Пытаюсь, конечно, абстрагироваться, потому что для ребенка надо веселой оставаться. Не читаю новости. Муж все рассказывает. Вот, как-то так. Я надеюсь, что все решится. Миром все одумаются. И все будет хорошо. Но, в принципе, у нас такое уже было в 2015 году. В 2014. Некоторые компании пугались, что уйдут, вернулись. Хотелось бы уже при всем том, что случилось и сложилось, уже обратного-то пути нет, в конце концов. Будем надеяться на лучшее. Вы хотели бы, чтобы у нас это было? Я бы не хотела. Ну, вот оно поэтому и происходит, чтобы у нас этого не было. В целом, никаких панических настроений у рязанцев сегодня нет. Конкретно их, понятно, санкции пока не затронули. Банкоматы работают, зарплату выплачивают. А значит, активно работает историческая память. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 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 Продолжение следует...